Водилась я в Сибири, Кемеровской области. Переехали на Сахалин. Папа завербовался, потому что нужно было, уже было нас пятеро. Я поступаю после седьмого класса в МУСПЕД, заканчиваю. Поступаю в институт. Ну и после института я очень недолго работаю в школе. Вот случилась беда с мамой, не стала мам. Я переезжаю сюда. Вот она, 44-я школа, в которой я работаю. Я получаю приглашение возглавить отдел культуры в то время. Ну, я без радости всё это приняла, потому что это такой неизведанный край. Самым интересным был тот момент, когда по населённым пунктам в рамках большого фестиваля, всесоюзного фестиваля народного творчества, и вот мы проводили эти смотры на местах, когда выезжала только комиссия, и все коллективы оставались на местах. Ну, первыми коллективами, которые был показан в то время на телевидении, был Убинский, вот которым не запомнился. Убинский хоровой коллектив, в котором пели люди разных возрастов, в том числе даже совсем маленькие дети. Ну, такой же аналогичный коллектив, которым и по сегодняшний день руководит Ивлева Зоя Фёдоровна, Тополына, да, в Азовском доме культуры. Тоже коллектив, который просто прославил наш район. Почему? Потому что они являются носителями вот настоящей культуры кубанской. Незабываемым являются и моменты, которые связаны со строительством и открытием сети. Огромный поселок, например, Ильский, в котором четыре школы было образовательных уже на тот момент, да, когда я вот начинала работать. Не было ни музыкальной школы, филиал пытались открыть, вот, и я обратилась в Управление культуры, в то время не министерство было, в крае. И я лечу в Москву, привожу пакет документов, который вот открыл широкую дорогу, чтобы Ильская школа, музыкальная школа, в то время еще в ней было художественное отделение, потом мы все это разделили, и она осталась в школе искусств. Вот это мое детище. Я очень благодарна всем людям, которые знали меня, которые, с которыми я общалась, с которыми мне приходилось делать большие дела. Да, я не боюсь этого слова, потому что это был действительно досуг людей. Это была радость, потому что тот же праздник улицы, когда старики не могли просто уйти из своего двора. Но они выходили на улицу, а к ним приходили артисты, самодеятельные артисты. Это было повсеместно во всех населенных пунктах. Вот, и я хочу сказать, что не зря я прожила жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok